Поначалу показалось странным, что за роль величайшего комиксового злодея всех времен взялся Хоаким Феникс, актер, испытывающий в лучшем случае полное равнодушие к подобному типу блокбастеров. Ранее он отказывался от ролей доктора Стрэнджа в одноименной картине и Лекса Лютера в «Бэтмен» против Супермена. И это еще раз подтверждает, что Джокер Тодда Филлипса – это именно авторский проект, никак не связанный с миром супергероев. Это реалистичная и проникновенная история одной неудавшейся жизни. Всем привет, вы на канале Киноохота, не забудь подписаться и поставить лайк. Если быть кратким, то Хоакин Рафаэль Феникс родился 28 октября в 1974 году в Пуэрто-Рико. Его рост 173 сантиметра, всемирно известные фильмы «Гладиатор», «Знаки», «Таинственный лес», «Она». У Хоакина Феникса смешанные корни. Его отец из испано-ирландской семьи, а мать еврейка из венгера-русской семьи. Родители Хоакина состояли в секте «Дети Бога» и занимались миссионерской деятельностью. Все пятеро их детей получили домашнее образование и помогали родителям. Пели и танцевали в сиротских приютах, тюрьмах и других заведениях Южной Америки, куда родители несли слово Божие. Семья сменила более 40 домов, большинство из которых развалились. Впрочем, актер не считает свое детство несчастливым. До четырех лет мальчика звали Хоакин. Но затем он попросил родителей назвать его так же, как и других детей. Необычно. Ему предложили выбрать имя самому, и на некоторое время он стал Лифом. Его старшего брата звали Ривер, сестер Рейн, Либерт от Мирипоса и Саммер Джой. Только в 15 лет он вернул себе прежнее имя. Примерно тогда же родители решили порвать с деградирующей сектой. Сменили фамилию на Феникс, символ возрождения и новой жизни. И покончили с путешествиями. Хоакин Феникс веган. Не ест мяса и яиц. Не пьет молоко, не носит одежды из натуральной кожи. Как и вся его семья. Он бросил школу в девятом классе. В одном из интервью он отметил, что я делал какую-то домашнюю работу, а эти ублюдки прислали мне мертвую лягушку для препарирования. Сейчас актер не пользуется социальными сетями и не высказывает свое мнение по большинству наболевших мировых проблем. Что его действительно интересует, так это жесткое обращение с животными. Хоакин является членом организации «В защиту животных» и «Люди за этичное обращение с животными». Первую славу Фениксу принесла роль Дэнни, одного из группы ребят, подружившихся с русским солдатом, в ленте «Русские» 1987 года. А по-настоящему его заметили благодаря ставшей хитом комедии «Родители» 1989 года. Рона Говарда, где он сыграл проблемного подростка Гарри. Эта работа принесла Лиффу номинацию на премию «Young Artist Award». 30 октября 1993 года 19-летний Лифф Феникс и его 20-летняя сестра Рейн отправились в клуб «The Viper Room», принадлежавший Джонни Деппо. В клуб приехал и их старший брат Ривер Феникс, популярный актер, на тот момент уже обладатель номинации на «Оскар» и награды фестиваля в Венеции. Ривер отлучился в туалет, где ему предложили наркотики. Несколько минут спустя Риверу стало плохо. Он очутился на улице, его вытолкали охранники. Он упал на асфальт и бился в комбусиях. К брату подбежали Лифф и Рейн. Ривер синел на глазах. Лифф вызвал 911, умоляя их приехать побыстрее. Рейн делала брату искусственное дыхание. Когда приехала скорая, Ривер уже не дышал. Попытки завести его сердце ни к чему не привели. The Vaperoom закрыли на несколько дней. Следующие 11 лет, вплоть до продажи клуба в 2004 году, заведение ежегодно будет закрывать свои двери 31 октября в память о смерти Ривера Феникса. Лифф Феникс на год уйдет из казино, а вернется уже под своим настоящим именем Хокин. Его звонок в 911 станет достоянием общественности. Запись будут крутить по новостям на всех каналах. Эту запись отправили на радио и телевидение, рассказывал позднее Хокин. Ривера сфотографировали в гробу. Эти истеричные девчонки на похоронах едва не упали в могилу. Это омерзительно. Прошло немало времени, прежде чем я справился с этим шоком. Сегодня эту запись по-прежнему можно найти на YouTube. В 19 лет Хокин столкнулся не только со смертью близкого, но и с безжалостной, подноготной шоу-бизнеса. Теряя близкого, ты стараешься держаться за все, что с ним связано, за каждое воспоминание. Но что было по-настоящему тяжелым и оставило шрамы в моей душе, то, что меня пытались ограбить, присвоить эти воспоминания себе, мне не позволили пережить этот опыт наедине с самим собой. В одном из интервью актер отметил, «Узнай я, кто сделал себе фото с похорон, сел бы в тюрьму за то, что вывел из этого человека все тюрьмо». Брат Хокина, Ривер Феникс и Киану Ривз были закадычными друзьями. Это и есть тот лучший друг, которого он потерял, о котором часто упоминают, говоря о трагических событиях в жизни Киану Ривза. Хокин Феникс получил международное признание и номинацию на Оскар за роль императора-злодея Комода в историческом эпосе Ридли Скотта «Гладиатор». Следующая номинация на премию киноакадемии ждала артиста за роль музыканта Джонни Кэша в фильме 2005 года «Переступить черту». Он проиграл Оскар, но был удостоен золотого глобуса. Третья попытка получить Оскар роль алкоголика-ветерана Фредди в драме «Мастер» 2012 год. Еще один факт – Хокин Феникс получил Грэмми за саундтрек фильму «Переступить черту». Он стал режиссером нескольких музыкальных видео. Хочется отметить, что Феникс отнесся чрезвычайно серьезно к изучению материала фильма «Команда 49». «Огненная лестница» 2004 года. Записался на курсы пожарных, несколько недель осваивал теорию, жил вместе с курсантами в пожарной части, а затем начал ездить с ними на практику. Это были обычные вызовы, и Феникс шел в пламя без всякой опеки. Когда я впервые зашел в пылающий дом, мне стало очень страшно, и я закричал «Спасите!» признается актер. Ребята потом так меня и называли. Написали это слово вместо фамилии на моей робе, каске и кислородном баллоне. Однако спустя некоторое время Хокину все же удалось заслужить уважение профессионалов. Я бы хоть сегодня зачислил его в штат, сказал как-то один из руководителей департамента пожарной охраны Балтимора, где проходили съемки. На съемочной площадке команды 49 Феникс встретился с Джоном Траволтой, у которого когда-то в детстве брал автограф, как у любимого актера. Примечательно, что Джон получил за фильм невероятные 20 миллионов долларов, а Феникс лишь 850 тысяч. А сейчас я расскажу тебе, как Феникс всех обманул. Следующий карьерный шаг Феникса оказался весьма неожиданным. В конце октября 2008 года он заявил, что уходит из кинематографа, чтобы посвятить себя единственной настоящей страсти – хип-хопу. Результатом увлечения стало оригинальное произведение «Я все еще здесь» 2010 года. Сатиричный фильм об эгоцентричном и хамоватом актере Хокине Фениксе, решившем стать рэпером. Все время от заявления до премьеры актер оставался в образе, стараясь создать у всех окружающих впечатление о серьезности своих намерений. Фильм, режиссером которого выступил Кейси Аффлек, муж сестры Хокина Саммер, стал безжалостным издевательством над современной богемой. Для актера это был поворотный пункт, выставив себя публично в столь неприглядном свете. Он больше не боялся браться за как можно более дерзкие и рискованные роли. И действительно, после этого в его карьере произошел новый рывок. О личном жизни известно, что с Лив Тейлор он прожил три года, но они расстались, оставшись друзьями. А с 2016 года Феникс встречается с актрисой Руни Мара, вместе с которой снимался в картинах «Она» Мария Магдалина, и в фильме «Не волнуйся, он далеко не уйдет». В июле 2019 года были подтверждены слухи об их помолвке. Феникс никогда не смотрит фильмы со своим участием, не читает о себе статьи и к интервью относится как вынужденной необходимости. В свободное время смотрит документальные фильмы, а также художественные самых разных жаров. Из музыки предпочитает Битлз, Фрэнка, Синатру, Майлза Дэвиса и Джеймса Брауна. «Я не могу играть, как играют другие», — объясняет свой подход Хоакин Феникс. «Я не умею притворяться, что мне весело или грустно. Чтобы играть героя, мне нужно стать им, хотеть как он, говорить как он, думать как он. Одним словом обрести иную личность, и ему с блеском удалось обрести личность нового, необычного, но замечательного Джокера, в чем сейчас имеют возможность убедиться зрители всего мира. Друзья, если вам понравился ролик, обязательно ставьте лайк. Ну а если нет, то дизлайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать волшебный колокольчик, чтобы быть в курсе всех видео. Ну и как обычно, всем приятного просмотра. Пока!